В общем, историю эту, я так понимаю, замяли. Срочно, по прошествии, правда, довольно длительного времени, туда выехали депутаты и чего-то там начали шуметь. Была попытка всё это дело замазать и заболтать через вручение вот этих вот машин около Конгресс-хола. Однако мало кто знает, что в основной своей массе эти машины были куплены на федеральные деньги. Это были не республиканские закупки. Это вообще что за гоп-стоп такой был в таком случае в прошлый раз, если они пытались провести, тариф в два раза больше. Но господин Невостроев, прямо скажем, выдал желаемое за действительное, никакого переселения не происходит. А теперь мы зайдём масштабно во все подъезды, добавил Хабиров. Ну что же, мы содрогнулись. К 1 декабря, которое уже давно минуло, было обещано навести порядок полный в Уфе с транспортом, с маршрутками, со всеми этими делами. Первый подвиг Геракла, который совершил Хабиров, придя к власти в Башкирии. Чиновникам Башкирии придётся распрощаться с золотыми часами, с золотыми ручками. Лично мне очень понравилась его фраза по поводу того, что он хочет и попытается добиться успеха в отдельно взятом регионе. На прошедшей неделе у нас было два основных, таких главных события. И это вовсе не пресс-конференция Путина. Я имею в виду два важных события, связанных с Радием Хабировым и его выступлениями. Очень трудно, на самом деле, ранжировать оперативку, которая прошла в понедельник, и обращение к госсобранию, которое превратилось в обращение к народу, которое случилось во вторник. Но я бы всё-таки сказал, что по содержанию важнее была оперативка в понедельник, и потому с неё мы и начнём. По традиции вначале, конечно же, обсуждались оперативные события минувшего периода. Не могли не поговорить про смок в городе Сибая. Я напомню, что город накрыло каким-то непонятным серным газом. Люди стали задыхаться. Были многочисленные обращения в учреждения здравоохранения. Впоследствии к вечеру пятницы позапрошлой уже народ собрался в стихи, но у администрации Сибая. И, в общем, случился такой импровизированный митинг с требованиями ответить на вопросы. В общем, историю эту, я так понимаю, замяли. Срочно, по прошествии, правда, довольно длительного времени туда выехали депутаты и чего-то там начали шуметь. На карьере, на котором происходило возгорание, начали что-то там заливать, бетонировать, цементировать. Так мы и не получили внятного ответа, что это было на самом деле. Правда, на оперативке представитель МЧС проговорился, что было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду или какому-то иному сернистому газу. Здесь дело, скорее, даже не в самом задымлении, которое носило исключительно техногенный характер и, в общем-то, ну, наверное, было понятно и предсказуемо, а дело в реакции сибайских властей, которые, как обычно и, как водится, у нас ситуацию прощёлкали. Довели до накала, до претензий, до уже истерик и так далее, и так далее. Как говорится в китайской поговорке, глупого учить всё равно, что мёртвого лечить. Сколько раз уже было говорено о том, что нужно оперативно реагировать на любые конфликтные и проблемные ситуации во вверенных регионах и городах, но сибайская администрация, видимо, никогда этому не научится и будет доводить каждый раз вот до таких вот вещей. Более того, сама администрация жалобно пожаловалась, посетовала, что граждане тут такие в них плохие, никуда не годные, и сами же они будоражат самих себя, суть по всему. Ещё чуть-чуть, наверное, сибайская администрация обвинит граждан в выделении самого вот этого сернистого ядовитого газа. Ну, в общем, это очередная иллюстрация вот такого абсолютно неумелого, абсолютно оголтелого подхода к работе с населением, с проблемами населения и с экстренными ситуациями. Далее Хабиров представил широкой общественности и правительству нового министра здравоохранения Республики Башкортостан Забилина Максима Васильевича, человека постороннего для Башкирии, что сразу же, собственно, вызвало ассоциации с ситуацией у Хамитова. Хамитов точно так же, когда только прибыл в Башкирию работать, мгновенно привёз из Москвы господина Шибаева, который и возглавлял некоторое время Минздрав, проявляя чрезвычайные способности в области государственных закупок и всевозможных манипуляций деньгами. Настолько талантлив он этим занимался, что, как говорится, еле ноги унёс. Есть, конечно, опасения, что и господин Забилин точно такой же приезжий специалист, но пока утверждать этого не будем, посмотрим. Хотя, конечно, тревожные сигналы по поводу Минздрава продолжают поступать. Минздрав уже под руководством Епарова, который проработал пару месяцев на этом посту, а теперь всё равно остался первым замом министра, так вот этот Минздрав так и не справился с задачей по покупке автомобилей скорой помощи. Была попытка всё это дело замазать и заболтать через вручение вот этих вот машин около Конгресс-холла. Однако мало кто знает, что в основной своей массе эти машины были куплены на федеральные деньги. Это были не республиканские закупки. А вот тот план, который был по республиканским закупкам автомобилей скорой помощи, те самые 172 машины, которые республика мучительно пытается купить уже полгода, так и не были выполнены. В полном объёме автомобили скорой помощи так и не были закуплены. Более того, та схема, по которой закупили ту часть, которую смогли закупить, я имею в виду вот эту весьма подозрительную историю с компанией «Луидор», которая ещё предыдущему и позапрошлому министру, значит, очень нравилась, и были у них там очень тёплые и подозрительно дружеские отношения, так вот эта компания «Луидор» всё-таки пролезла в систему закупок, всё-таки было заключено некоторое количество контрактов, и, безусловно, с этой историей нужно продолжить разбираться, потому что изначально в документации этих контрактов существовали абсолютно фейковые, фальшивые котировки по автомобилям «Форд», и вообще, конечно, этой историей в полной мере должна теперь заинтересоваться прокуратура, потому что по процедурным моментам уже ФАС не может опротестовывать эти закупки, но я полагаю, что прокуратуре нужно обратить очень пристальное внимание на документы, которые сопровождали вот эти закупки. И вот эти победы, которые нам пытаются втирать по поводу покупки не нами этих автомобилей, вот на это, конечно, обращать внимание не стоит. Ну и теперь к основным вопросам, которые рассматривались на оперативке в понедельник. Первым вопросом рассматривался вопрос новой системы обращения твёрдокоммунальных отходов. Напомню, что на предыдущей оперативке Хабиров торжественно и театрально не принял доклад господина Киреева, в котором были озвучены цифры 130 рублей и 185 рублей стоимости вывоза мусора, и демонстративно отправил это всё на доработку. Господин Киреев, выступая в прошедший понедельник, начал своё выступление так. Ситуация была исследована дополнительно и детально. Ну, из чего я делаю логический вывод, что до этого к ситуации относились халатно, поверхностно, и, так сказать, по-быстрому, да? Теперь за прошедшую неделю господин Киреев, судя по его бодрому отчёту, сумел полностью изменить ситуацию, абсолютно опроверг те тщательные, кропотливые расчёты, которые делало его ведомство несколько месяцев, и всего за неделю сумел добиться совершенно фантастических результатов. Но вернёмся к отчёту господина Киреева, и вот что в нём было. Господин Киреев нам сообщает, что в РБ на данный момент 10 тысяч площадок накопления отходов. Обратите внимание, поразительно круглая цифра. Не 9872, как должно было быть на самом деле, не 11231, а ровно 10 тысяч площадок накопления отходов. Далее господин Киреев продолжает сыпать круглыми цифрами, сообщая нам, что у него в наличии 21 тысяча ровно контейнеров, а ещё ему требуется 14 тысяч площадок накопления мусора и 30 тысяч ровно контейнеров. Обращу внимание на то, что разница между тем, что ему необходимо для успешной работы, и наличием на данный момент составляет более 30%. Далее господин Киреев перешёл от круглых цифр к непосредственно тем расчётам оплаты, которые ляжут на плечи населения в 2019 году. Как я уже говорил, зоны оплаты вот этой вот услуги по вывозу мусора разделены на 5 зон. Первая, вторая, третья, четвёртая и 4 плюс зона. В этих зонах разные цены. Например, в городе Уфе, который входит в первую зону оплаты по вывозу мусора, стоимость вывоза составит 70-71 рубль, в зависимости от того, в многоквартирном доме проживает человек или в индивидуальном. То есть разница между многоквартирным домом и индивидуальным домом всего 1 рубль. А вот зона 4 плюс, например, она уже подороже будет. Там вывоз мусора для многоквартирных домов 99 рублей, а для частных домов 100 рублей. Разница тоже 1 рубль. Вообще, нужно всерьёз задуматься над тем, что вообще это было. Помимо версии о том, что это была тщательно театрализованная постановка с участием главного актёра этого театра, господина Хабирова, и мелких актёров на подхвате типа Киреева, наверное, нужно задуматься о том, что либо это была какая-то совершенно вопиющая некомпетентность, потому что люди всего за неделю опровергли собственные расчёты, которые делали несколько месяцев, уменьшили сумму более чем вдвое. Это просто уму непостижимо. То есть, ребята, это государственные расчёты, государственных ведомств, которые не просто рассчитывают там себестоимость салата «Цезарь» в каком-то захудалом кафе, они обсчитывают тариф для жителей 4-х миллионной республики. Это вообще что за гоп-стоп такой был в таком случае в прошлый раз, если они пытались провести тариф в два раза больше? То есть, тут нужно ставить вопрос. Либо господин Киреев абсолютно некомпетентен и не может правильно посчитать цифры, либо он намеренно вводил заблуждение, пытаясь протолкнуть двойной тариф. Вот просто так вот эту ситуацию оставить точно нельзя. Ну, какова же была реакция господина Хабирова на весь вот этот цирк? Хабиров очень строго сказал, «Я вам ставил задачу, чтобы тариф был не более 70 рублей». Значит, все-таки обсуждали, да? Получается, не то чтобы вот как бы это снова пришел, снова доложил. Далее Хабиров потребовал дожать цифру до 70 рублей. И строго так сказал, это даже не обсуждается. Я вам уже пять раз говорил это все цитаты. Впрочем, доклад Хабиров принял. Ну, из чего я делаю вывод о том, что, наверное, все-таки вот эти тарифы останутся действующими. Что это было, наверное, мы еще должны подумать, пообсуждать. Потому что, ну, вот просто так такие цирки вообще не должны происходить. На трехмиллионного населения. Ну, в конце вот этого выступления по поводу мутилизации мусора Хабиров дал поручение попутно Мурзагулову, чтобы он довел до населения эти тарифы и объяснил, для чего новая схема вывоза твердокумнальных отходов. Действительно, для чего объяснить будет очень сложно, потому что перед Мурзагуловым встает абсолютно невыполнимая задача в том смысле, что 1 января и вообще в январе, феврале и в марте и в ближайшем месте на самом деле ничего не изменится, изменится только цена. Потому что те же самые мусоровозы будут возить на те же самые свалки, в том числе и незаконные, тот же самый мусор граждан, просто подороже. И вот как господин Мурзагулов это все объяснит населению, хотелось бы послушать. Ну, учитывая то, что Мурзагулов в последнее время абсолютно не исполняет все вот эти поручения Хабирова в плане там довести, объяснить, разъяснить, я думаю, что и тут тоже Ростислав утруждаться особо не будет, а скорее мы услышим много всяких новостей про футбол, например. И в завершении вообще всей этой истории про мусор были озвучены цифры о том, что порядка полумиллиона граждан, 12% населения в Башкирии получат льготы по вот этим выплатам, значит, за вывоз мусора. Это ветераны, труженики тыла, многодетные семьи, инвалиды и так далее. Дотация, внимание, денежная дотация на все вот эти вещи составит 5,1 миллиарда рублей. Вот здесь вот, конечно, я насторожился, потому что методика учета, зачета и зачисления этих дотаций, она абсолютно всегда покрыта мраком. И помимо изъятия дополнительных денег из населения, судя по всему, вся эта система подразумевает еще и вот такой вот очень приятный 5-миллиардный бонус, который тоже поступит, скорее всего, в карманы вот этих вот флебустьеров, которые будут у нас заниматься вывозом мусора в республике Башкортостан. И что самое удивительное произошло под конец дискуссии о мусоре, Хабиров внезапно похвалил систему раздельного сбора мусора в Башкирии, заявил, что мы идем с неплохими показателями к людям по сравнению с тем, что могло быть. Тут, конечно, какая-то оговорка по Фрейду, судя по всему, вот эта привычка противопоставлять себя Хамитову и эмпирическим, возможно, даже результатам правления Хамитова сыграла злую шутку с Хабировым, потому что буквально через пару дней Путин в своем диалоге с прессой сообщил, что в России дела с сортировкой и утилизацией мусора идут из рук вон плохо. Чтобы не отрываться и не возвращаться впоследствии к теме мусора, отдельно хочу сообщить, что на этой неделе случилась довольно странная и, на мой взгляд, необычная история с Толкачевым, который собрал актив депутатов от «Единой России» в госсобрании и заявил, что республика не готова к новой системе сбора твердокоммунальных отходов. Я тут, честно говоря, опешил и подумал, что или Константин Борисович сошел с ума, потому что он напрямую противоречит Хабирову, или он все-таки очнулся ото сна и ушел в глубочайшую оппозицию к новой команде, что, собственно, было бы естественно, учитывая прошлые опыты, бэкграунд господина Толкачева. Ну, посмотрим. Толкачев совершенно отчетливо и внятно заявил, что республика не готова к сбору мусора по новой схеме. Вторым, наиважнейшим, на мой взгляд, вопросом, который обсуждался на еженедельной оперативке, был вопрос долевого строительства. Хабиров многократно говорил о том, что эта проблема, этот вопрос важнейший, сложнейший и первейший вообще для его работы и вообще в республике, и я абсолютно с ним согласен. Действительно, проблема долевого строительства обманутых дольщиков – острейшая проблема в республике вообще, острейшая внутриполитическая на самом деле проблема, несмотря на то, что ее пытаются деполитизировать. Во-первых, в строках обсуждения этого вопроса на оперативке Хабиров заявил, что решение найдено не по всем объектам. Прямо скажем, на самом деле решение не найдено почти по всем объектам, вот если быть абсолютно честным. И далее выступил господин Невостроев, председатель госстроя республики Башкортостан, который посыпал, как положено, цифрами, значит, сообщил нам, что у нас 2700 человек в реестре обманутых дольщиков. Эта цифра всегда вызывала большие вопросы, потому что она абсолютно ничего общего не имеет с реальным количеством обманутых дольщиков республики Башкортостан. В реальности их около 10 тысяч. Впрочем, Невостроев обмолвился теперь уже о том, что, возможно, эта цифра может и вырасти с 2700 до 7000, но да ладно. Самое главное, что было озвучено господином Невостроевым, это планы. Как планируется победить эту проблему и в каком порядке, в каком темпе и так далее. В декабре 2018 года, сообщает нам Невостроев, сдадутся три дома. Внимательно следите за руками, сдадутся три дома. Один дом – это Серебряный ручей, о нем мы поговорим позже, и два дома в Новобулгаково. Невостроев даже обозначает дату, впрочем, ее и раньше назвал Хабиров. 25 декабря произойдет вручение ключей. Далее по плану. Значит, 2018 год – три дома. Я цитирую Невостроева. 2019 год – 64 дома. 2020 год – 24 дома. 2021 год – 6 домов. Также Невостроев сообщил, что в конце февраля 2019 года он планирует сдать три дома в пятом квартале в Миловском парке. А вот по 11 и 4 кварталу идет переселение, сказал Невостроев. Вот это странное слово меня зацепило и царапнуло. Что за переселение? Невостроев полагает, что дольщиков 4-го, 11-го кварталов переселяют в молодежный, который строит ФРЖС? Ничего подобного. ФРЖС, напомню, заключает какие-то фелькинограмоты, называя их соглашениями о том, что может быть когда-нибудь, когда молодежный построят, тогда они заключат или не заключат новые договора с этими дольщиками 4-го, 11-го квартала на совершенно непонятных условиях и по совершенно непонятным основаниям. В общем, тут, конечно, господин Невостроев, прямо скажем, выдал желаемое за действительное, никакого переселения не происходит. Более того, происходит, по-моему, какое-то очередное шельмование. В конце доклада Невостроев вообще уже сбился и оговорился и сообщил нам, что в декабре будет построено и сдано, оказывается, в декабре 2018 года не 3, а 5 домов. Хабиров его переспросил, Невостроев от страха подтвердил и, более того, даже добавил, что в Новобулгаково будет сдано не 2, а 4 дома. По Фимскому району, микрорайоне Новобулгакова, готовые дома посмотрели, это 2 дома. В 15-м квартале 59 пострадавших граждан. И ведутся активные работы, нацеленные на то, чтобы ввести в этом году еще 2 дома, 16-б, 17-б, еще 32 пострадавших гражданина, выключенные в реестр. Давайте отфиксируем. Мы с вами на стройчасти говорили, я вас спросил. Сейчас вот вслух вы это сказали. Арислав Равкадыч, тоже пометьте, потому что мы людям говорим, что 1 дом Серебряный ручей мы сдаем, и 4 дома Новобулгакова. Так ставим точку, как хотите, раз обещали, значит, хоть с утра до вечера пусть работает, 25 декабря выручайте ключи. Я не знаю, что теперь с ними будет, да, потому что цифра 4 прозвучала. Ее можно достать из этого видео и цитировать, и цитировать. Но в Новобулгакова нет 4 готовых домов. В общем, конечно, не востроив, попал в совершенно идиотскую, абсолютно, ситуацию. Как бы, не знаю, как они будут выкручиваться. Но самое главное, что выносится из этого, значит, раздела совещания, это то, что фактически 25 декабря дома в Серебряном ручье номер 7 и 2 дома в Новобулгакова точно будут сданы. Я абсолютно в этом уверен. Более того, вчера, 21 декабря, было подписано заключение о соответствии и приемке дома номер 7 в Серебряном ручье. Я уже теперь официально поздравляю дольщиков, многострадальных дольщиков этого 7 дома. В ближайшие дни они должны получить ключи и заезжать в свой долгожданный дом. Вот это ситуация, когда чего-то долго-долго ждешь, а потом бац, это случается, и ты не понимаешь, как на это реагировать на самом деле. Ну вот да, 7 дом сдан в Серебряном ручье, 7 дом сдан. И я вчера своими глазами видел вчерашние даты, датированное заключение о соответствии, которое подписано официально с печатью и подписи. Ну, посмотрим, будут ли на следующей неделе сданы дома в Новобулгакова. Я думаю, что будут. В общем, единственное, что, конечно, помимо этой оговорки, которую допустил Новостроев, и, может быть, они все-таки объяснят это человеческим фактором, вопросы у меня возникли только к одной цифре, вот по этому его бодрому докладу. А именно по цифре 2019 года. Господин Невостроев в 2019 году собирается завершить 64 дома проблемного строительства. Вот какие это будут дома, и как он сможет сдавать по 16 домов в квартал, я не понимаю. Дело в том, что вот этот седьмой и два несчастных трехэтажных домика в Новобулгакова, это дома и так были готовы. И их сдача, это на самом деле фиктивная победа. Это просто завершили, докрасили, трубы подключили. А вот остальные дома не такие. Некоторые из них вообще на уровне фундамента находятся. На какие деньги и как Невостроев собираются сдавать 16 недостроенных домов в квартал, я не знаю. Если честно, я ему не верю. Это будет очередной провал и вранье. Третьим и тоже очень важным вопросом, который обсуждался на оперативке в понедельник, был вопрос ремонта подъездов в республике в многоквартирных домах и благоустройства жилых территорий в городах республики. Этот вопрос ранее тоже уже поднимался. И ради Хабиров, как-то, видимо, не сдержавшись, анонсировал вот эту программу по ремонту подъездов. Я еще тогда весьма скептически отнесся к этому прожекту. Но теперь появились цифры, и не обсудить их просто нельзя. Безусловно, Хабиров объяснил эту историю, потому что она совершенно непонятна широкому кругу общественности. А именно он сообщил, что жители просят навести порядок в дворах. Ну, как же иначе? Ну, если жители просят, надо навести. А также Хабиров сообщил, что мы никогда столь масштабно не заходили в подъезды. Ну, так прямо скажем, сомнительная фразеология. А теперь мы зайдем масштабно во все подъезды, добавил Хабиров. Ну, что же, мы содрогнулись. Ну, дальше пошли цифры. Опять Киреев, значит, сообщил нам, что будут разработаны, значит, там, стандарты субсидий, стандарты состояния подъездов, значит, сообщил, что 26 тысяч подъездов нуждаются в ремонте. Всего их 48 тысяч. Ну, опять круглые цифры, конечно. Вот это вот так вот ненаучно, так неправдоподобно. Люди, вот, оперируя миллиардами, округляют их в большую сторону, что ли? Я не пойму вообще. Ну, Киреев на меня производит все более печальное, на самом деле, впечатление. Человек, который, ну, делает свою работу, по крайней мере, публично, как-то несерьезно, как-то по-детски. Вот это вот округление, это вообще ужас. Также Киреев сообщил, что в 2019 году он планирует потратить миллиард рублей на ремонт подъездов. К цифрам сейчас мы вернемся. Что вообще планируется ремонтировать в подъездах вот в рамках этой программы? Вообще это немало планируется. Полы, потолки, входные группы, двери, окна, почтовые ящики, электропроводку и даже видеонаблюдение. Программу Киреев планирует осуществлять 6 лет, а почему не 11, кстати говоря? И он уже даже посчитал, сколько денег нужно на ремонт подъездов. Вот эти поверхностные расчеты, вот сейчас кто-нибудь, Илья, например, возьмутся за детальный расчет стоимости этих всех работ, у людей станут дыбом волосы. Но вот что нам представил господин Киреев. Пятиэтажки будут ремонтироваться за 220 тысяч подъезд, 9-этажные дома 450 тысяч рублей за подъезд и дома свыше 10 этажей. Дальше уже бред полный. Дом свыше 10 этажей это и 12-этажный, и между прочим 24-этажный, господин Киреев. Так вот дома свыше 10 этажей будут ремонтироваться за 500 тысяч рублей подъезд. Тоже такие кругленькие, приятные цифры. В среднем на подъезд будет уходить 390 тысяч рублей. И я так несложно умножив цифры, рассчитал, что общая сумма этого проекта составляет 12 миллиардов рублей. Половину годового бюджета города Уфы. И в среднем по 2 миллиарда в год. Почему-то, правда, запланирован один. Но, в общем, тут вообще все не бьется. Откуда будут деньги? Кто будет исполнителями непосредственно? Кто будет заказчиками? Будут ли объявляться торги, конкурсы и прочее? Как обоснованы расчеты? В общем, на мой взгляд, вот эта программа, это называется программа «Качели Киреева-2». Мы все помним, как он резво, значит, повелел спилить все качели, которые без цепочек, и поставить, которые он, видимо, покажет пальцем. Так и случилось. Это вот, на мой взгляд, эта программа по ремонтам подъездов – это гигантская, огромная афера в рамках республики Башкортостан. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ваша реакция Хабирова на этот доклад была довольно странной. Он сообщил нам, что главный смысл этой истории про ремонт подъездов – чтобы люди ощутили причастность к тому, что делается. Но тут я бы, конечно, поспорил и, честно говоря, задал несколько вопросов. Может быть, главный смысл этой истории – чтобы подъезды были отремонтированы? И почему главное – чтобы люди ощутили? Может, они увидят, поймут и сделают выводы уже? Вот эти вот какие-то ментальные уходы, они все чаще и чаще звучат в объяснениях нашей новой команды, в том смысле, что, по-моему, для них важнее казаться, а не быть. Вот что чувствуется в последнее время. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Но я повторюсь, что я с очень большим скепсисом отношусь к идее с ремонтом подъездов вот в таком порядке, который предложен господином Киреевым, потому что, безусловно, подъезды ремонтировать надо. И более того, эта функция заложена в ныне существующей системе обслуживания жилого фонда. Просто ее нужно наладить. Может быть, просто нужно правильно отладить то, что есть, а не изобретать новые сущности, новые настройки, а самое главное – новые расходы. Ну, и к мелким новостям прошедшей недели, которые, как ни странно, тоже практически все связаны с Хабировым. Вообще у нас, конечно, ньюсмейкер номер один. Прошлую субботу Хабиров, выступая на съезде опоры России, заявил очень примечательную вещь, которую нельзя не процитировать и нельзя будет забывать, наверное, на протяжении всего присутствия господина Хабирова на его нынешнем посту. А именно, дословно цитирую, что он сказал. «Власть в республике Башкортостан ответственная и будет отвечать за каждое свое слово». Это фундаментальное заявление. Нужно, как говорит Дмитрий Анатольевич, отлить в граните. И, думаю, разместить эту отливку прямо непосредственно перед Белым домом, чтобы она напоминала и власти, и населению о тех взаимоотношениях, которые теперь установились в республике Башкортостан. Сразу же задаю вопрос. Если уж так заявлено, давайте обсудим вопрос транспорта. К 1 декабря, которое уже давно минуло, было обещано навести порядок полный в Уфе с транспортом, с маршрутками, со всеми этими делами. Первый подвиг Геракла, который совершил Хабиров, придя к власти в Башкирии. У меня есть обоснованные сомнения в том, что эта история была доведена до конца, что заявленное к 1 декабря было сделано. И чтобы это подтвердить, я прошу у зрителей канала нам написать, позвонить в комментариях, в почту, по телефону, как угодно, и рассказать о тех проблемах, которые существуют, особенно на окраинах Уфы, особенно в отдаленных районах с транспортом. Потому что я слышал много информации о том, что все очень неблагополучно в тех местах, откуда изгнали нелегальных перевозчиков, потому что их никто не заменил, и транспорт, соответственно, исчез. А также то, что на некоторых маршрутах нелегальные перевозчики вернулись к своей привычной деятельности, которая была до прихода Хабирова. Еще одним заметным и таким резонансным событием недели было заявление Хабирова в отношении новогодних подарков чиновников. Вообще, конечно, традиционно существует такой ритуал обмена подарками между ведомствами, между значимыми персонами в правительстве. Это действительно очень красивые коробки с достаточно дорогим содержимым, иногда чрезвычайно дорогим. Там и напитки, и всякие шоколадки, и всякие памятные подарки, и дорогие вещи. Так вот, Хабиров сообщил, что он очень негативно относится к этой традиции. Он настоятельно посоветовал чиновникам Башкирии больше не делать друг другу этих подарков, перестать заваливать приемные цветами и нарядными картинками, перенаправить вот эти потоки, в том числе и денежные, в направлении нуждающихся, детей, сирот и прочее. В общем, судя по этому заявлению, чиновникам Башкирии придется распрощаться с золотыми часами, с золотыми ручками и всякими приятными штучками на Новый год. И придется теперь пользоваться пластмассовыми часами свотч, одноразовыми ручками биг, тщательно изображая скромность и практически нищету. Ну, кстати, посмотрим, как на деле будет реализовано это, безусловно, нарядное и очень такое либеральное заявление господина Хабирова, перестанут ли дарить чиновники наши друг другу эти приятные подарки, будет понятно, ну, где-то, наверное, после Нового года, когда все это отшумит и можно будет подвести итоги. Ну и теперь к анализу обращения Хабирова к госсобранию, которое случилось у нас в прошедший вторник. Я намеренно взял паузу и дождался, пока все восторженные и не очень комментаторы отговорят в эфирах и в интернетах об этом обращении, чтобы спокойно проанализировать и понять сущность этого первого обращения Хабирова к госсобранию, его содержание, его тональность и так далее, и так далее. Все отметили, безусловно, необычность этого обращения по форме, место было выбрано иное, нежели ранее, а именно конгресс-холл теперь уже имени Таратау. В первую очередь нужно понять то, что опыта подобных мероприятий, подобных масштабных обращений, заявлений у Хабирова нет абсолютно. И он как человек неглупый и опытный в всех этих процессах решения подобных вопросов, избрал правильный путь, он обратился к специалистам, которые напишут ему это обращение, его срежиссируют и, ну, в общем, помогут добиться ему максимального результата. И вот тут, собственно, случилось страшное, потому что эти нанятые специалисты, собственно, не нанятые, а привлеченные из ближнего круга, и подвели Хабирова, создав ему совершенно какой-то чудовищный продукт, а именно они, на самом деле, это, скорее всего, конечно, господин Мурзагулов и его команда-креативщиков. Вся эта команда попыталась смешать душевный посыл Хабирова, который, по всей видимости, ставился как основная задача и основной такой контент-костяк всего этого обращения, смешали это дело с абсолютно американизированными подходами и способами подачи информации. Ну, условно говоря, они попытались смешать ледяную кока-колу с каймаком, но что получилось на выходе, достаточно непонятная, невнятная вещь, и в целом, конечно, получилось странное. Учитывая то, что Хабиров пригласил на это мероприятие обоих своих предшественников, я имею в виду Муртазу Рахимова и Рустема Хамитова, и во первых строках обращения осыпал их благодарностями, Хабиров никак не мог уже после этого существенно критиковать ситуацию в Башкирии и критиковать своих предшественников, обозначая, условно говоря, свои текущие и глобальные задачи. Соответственно, все это превратилось в некое абстрактное рассуждение. Более того, вот эта американизированная подача информации, произнесение речей, которая была применена к этому обращению, она подразумевает многократное повторение. Я имею в виду, что с подобными речами политики в Америке объезжают все штаты, повторяя везде одно и то же, и тогда это потихонечку через трансляции и информационное пространство начинает доходить до населения. В данном случае это было однократное выступление с достаточно абстрактной, в общем-то, пустой речью. Совершенно не достигало это своего эффекта. Это удивляло, но очень быстро забывалось. Примерно такое ощущение осталось после недели, которая прошла с этого обращения. В общем-то, ничего не осталось в памяти. Итак, что мы увидели в итоге? Мы увидели достаточно странный такой микс из образов Путина, Трампа и самого Хабирова непосредственно. Текст обращения был очень плохо сбалансирован по частям от начала к середине и к концу. Те, кто создавал и рассчитывал это обращение по хронологии, по времени и прочим параметрам, абсолютно пренебрегли физическими возможностями оратора. Я имею в виду то, что к концу этого спича практически 48-минутного Хабиров уже задыхался и потерял дыхание. Я имею в виду чисто технические аспекты. И конец этой речи был очень смазан. Вот эта вот такая последняя речевка, там, значит, алга, ну, в общем, довольно блекло все это выглядело. Это чисто ошибка, техническая ошибка расчета, ошибка тех, кто конструировал этот текст и рассчитывал его хронологию. Что мы услышали? Ну, почти ничего, на самом деле, мы не услышали. Вопреки законам жанра, обращение практически не содержало каких-то программных заявлений, каких-то аналитических выкладок, выкладок, ну, как обычно это бывает с подобными продуктами. Ну, я уже говорил о том, что критиковать прошлое и настоящее у Хабирова не было никакой возможности, потому что перед ним сидели и Хамитов, и Рахимов. Были какие-то немножко абстрактные, предварительные похвалы самому себе, значит, и будущим победам, которые были намечены. Еще раз скажу, что по содержанию обращение было, конечно, абсолютно пустым. Что в некоторой степени компенсировалось эмоциональностью. Хабиров, безусловно, очень хорошо смотрелся с точки зрения человеческой. Он очень правильно балансировал предложения, взгляды и прочие вещи. Ну, кое-что все-таки в его вот таком вот персональном поведении во время произнесения этой речи немножко насторожило. А на самом деле меня насторожило вот что. Вот это вот обращение с так называемыми простыми людьми, тут, конечно, проскочило некоторое такое байство-бабайство, это вот встаньте, пожалуйста, сядьте, пожалуйста. Вот это вот, это выглядело, конечно, нехорошо. Потому что если уж он выражал благодарность вот этим людям, то вот этих вот отрывистых команд точно давать не надо было. Они бы сами встали, а может и не встали бы, ничего страшного, кстати, не случилось. А еще меня очень насторожил набор фамилий тех людей, которых персонально чествовал Хабиров в процессе своего обращения. Тут два варианта. Либо, опять же, те, кто писали это обращение, абсолютно пренебрегли вот этим вот политесам, когда нужно соблюдать баланс национальной представленности, либо это намеренная демонстрация неких приоритетов титульной нации и так далее, что, ну, вообще сильно пугает. Я все-таки надеюсь, что это первое, что это брак. Просто брак составления текста, брак планирования этого мероприятия. Ну и подытожим. В целом, конечно, вот как человек во время этого обращения Хабиров мне понравился. Он хорошо говорил, он говорил там, хотелось бы верить, что от души. Он закладывал душу в эти достаточно глупые тексты, которые ему подсунули. Но посмотрим. Это, вот еще раз скажу, это нарушение всех канонов. Вот такое обращение. Лично мне очень понравилась его фраза по поводу того, что он хочет и попытается добиться успеха в отдельно взятом регионе. Эта утопия, она очень приятно звучит, и очень хочется верить, что она случится. Я не знаю, каким образом Хабиров планирует это осуществлять, если он вообще планирует это делать. Но действительно попытаться добиться успеха в отдельно взятом регионе было бы очень круто. Это круто и для Хабирова, это круто и для региона. Но надо понимать, что придется много конфликтовать, многим жертвовать, на многие пятки наступить, на многие мозоли, и очень многим людям придется поставить ультиматум. Если Хабиров к этому готов, не на словах, а на деле, я готов присоединиться к аплодисментам. Алга Башкирия, вперед Башкортостан! Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова